Наш второй урок — это продолжение первого урока нашего семинара, тема «Зачатие. Неживой духовный уровень души. Отменение перед Высшим, включение в группу и вход в группу». Это, собственно, осуществление зачатия. Начнем. Когда человек может идти с закрытыми глазами выше разума и верить верой мудрецов и идти до конца, он называется зародышем, ибуром. И означает это тот, это уровень Малхуд, который является наиболее сокращенным малым состоянием, называемым ибур, зародышем. От слова «нарушение и суды». Как сказано, «Что же такое? Разгневался Творец на меня и на вас». Смысл авира, преступления идиним суды означает, поскольку человек должен идти с закрытыми глазами выше разума, тело сопротивляется этой работе. Поэтому, поскольку человек должен постоянно преодолевать, это называется «евра нарушением, гневом, бедой». И это трудная работа, постоянно продвигаться, преодолевая, отменяясь перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что он хочет. И это называется ибур, то есть катнут, наиболее сокращенный, рабаш. С одной стороны, это катнут, меньше которого быть не может. С другой стороны, это гадлут, потому что это зависит от того, на какой высоте он находится в этом ибуре. Ибур, где бы то ни было, в каких бы то ни было состояниях и уровнях. Только относительно той ступени, на которой он находится, а потом Яника и Мохин, где он начинает работать фактически со своим эгоизмом ради отдачи, в продолжении ибура, в том же направлении самоотмены, где он отменяет себя не только в том, что он сокращает свой эгоизм, а даже после цимцума, он пользуется своим эгоизмом для того, чтобы притянуть ибур, то есть отдавать в том же направлении, где он себя сократил. Туда он это и направляет. Поэтому это очень высокая ступень, очень особенная. И то, что делает человек потом, он продолжает ступени ибура только в ином применении. Но в том, что касается самоотмены перед Творцом, перед Высшим Светом, который он тогда выясняет, и тот воздействует на него и дает ему силы, это уже вещь постоянная. Поэтому аннулироваться перед Высшим означает подняться над тем, чем мы являемся на данный момент, и начать принимать форму Высшего. Поэтому он всегда, это всегда называется ибур, убар, зарождение, зародыш, потому что он овер, ибур, убар от слова овер, то есть переходит из состояния в состояние, вопреки своим естественным желаниям, преодолевая их, выясняя каждый раз, находясь каждый раз под давлением. И на самом деле состояние кажется очень тяжелым и совершенно невозможным, что это за жизнь. Это только при условии... Это было бы так, если бы нам нужно было делать это самим. И тогда совершенно точно это было бы невозможно. Но, поскольку Творец подстроен нам разбиение Келим, и мы можем работать в ибуре с помощью нашего окружения, и не в одиночку, получается, что мы окружены товарищами, вместе с которыми мы делаем работу. Поэтому наша работа делится. Наши усилия делятся на огромное количество частей. Каждая из них берет товарища, и тогда, как говорит Рабаш, во многие времена, при многих людях, мы все время собираем, мы все время накапливаем нужное усилие для зачатия, и тогда его получаем. Поэтому нам необходимо понять, что нет никакой трудности отмениться, аннулироваться. Трудность в том, чтобы соединиться в группу, и в той мере, в которой ты соединяешься с товарищами, у тебя будут силы совершить это зачатие. и бур. Повтори. Еще раз. Отмениться перед Высшим. В то время, когда человек может идти с закрытыми глазами, выше разума, и верить верой мудрецов и идти до конца, называется это ибуром. Ибур означает ступень Муалхут, которая является катнутом наиболее сокращенным малым состоянием, называемым ибуром, зародышем. И это от слова нарушения и суды. И можно объединить смысл слова преступления и суды, поскольку человек должен идти с закрытыми глазами выше разума. Его гуф, тело, сопротивляется этой работе. Поэтому, поскольку человек должен постоянно преодолевать, это называется Авера, нарушением, гневом, бедой. Ведь это трудная работа. Постоянно продвигаться, преодолевая, отменяя себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что он хочет. И это называется ибур. То есть, катнут, наиболее сокращенный из возможных. К этому много можно чего добавить, но достаточно нам пока того, что здесь есть, потому что все уровни, все, что мы проходим, все 125 ступеней, мы все время возвращаемся к состоянию ибура. Ничего больше нет. Только ибур все время, только в большую глубину, на большую высоту, относительно кого, относительно чего мы аннулируемся, потому что, когда мы поднимаемся, мы поднимаемся по ступеням восхождения. Это необычная лестница. Это Исот, Год, Нец, Ахтиф Эрет и так далее. Каждая ступень, каждый раз, тот окрас, тот характер нашей отмены, он каждый раз другой. Поэтому у Бара, поэтому у Бара, каждый раз проходит изменение между ступенями своего роста, пока он не становится подобным высшему, с точки зрения его аннулирования в первого катнута, и тогда начинает отменяться уже фактически. Иначе он отменяет себя только потенциально. То есть, все, что делает выше, он со собой делает и принимает это как совершенство, несмотря на то, что это ему противоречит, несмотря на то, что это противоречит всему его чувству и разуму. После этого, когда он заканчивает уровень Ибур, он уже начинает аннулироваться перед Высшим в том, что он строит рожь. Он переворачивается во время рождения. Его рожь, который был внизу, теперь находится вверху. Вверху это значит, что он родился, что теперь он начинает обретать рожь Высшего вместо своего собственного. Он уже начинает работать против своего чувства и разума. Не то, чтобы он просто себя аннулирует перед ними, а на каждый шаг, при каждом шаге он проверяет Высшего, и несмотря на то, что он не согласен, и видит, что все, что Высший делает и говорит, это ему противоречит, противоречит его Келим, он аннулируется уже перед Высшим фактически не без анализа, как в состоянии Убар, а в состоянии Катну, то он уже начинает обретать разум и чувство Высшего против своего собственного чувства и разума, своих собственных чувств и разума, и тогда он постепенно выращивает рожь, пока не уподавливается в нем Высшему по соответствию Келим, и тогда с возраста который называется Бармитсва или с возраста 20 лет он начинает уже быть подобным Высшему фактически, то есть он заменяет, замещает Высшего во всей работе Высшего, и именно так выстроены ступени, как мы поднимаемся по этим ступеням, как нам описывает это Барсулам в своем послании о царе, который хотел поднять своего раба над всеми министрами, так он пригласил такого хитрого остроумного человека, который мог переодеться просто преступником, потом он переоделся в вора, в разбойника, и человек в соответствии с этим должен проверять себя, насколько он способен соответствовать замыслу царя, разуму царя, потому что не так просто распознать, когда к тебе приходит какой-то там помощник царя, который только как сказать притворяется, только переоделся вором или разбойником, что это он так просто переоделся, это его внешняя оболочка, а наоборот, человеку всегда кажется, что он прав, что так нужно делать, и требуется очень большое преодоление, высшее знание, не как в первом ибуре, мы Гадлот называем ибур-бет, второй ибур, почему ибур-бет, вы знаете, есть ибур, иника и гадлут, мохин, так мохин или гадлут называются также ибур-бет, потому что там продолжается тот же самый ибур, в тех же самых пределах, только на другой ступени, где он начинает аннулировать себя для того, чтобы уподобиться высшему фактически. Дальше. Две ступени зародыша. В ибуре есть два уровня. Первый, собственно, ибур, то есть уровень катнута малого состояния, это его истинная форма. Но это состояние считается недостаточным, поскольку катнут или внешним. В любом месте, где есть место святости, существует недостаток для клепот. Так, дай нам позаниматься, убери руки с пульта. Так, начинай сначала. Две ступени зародыша. В ибуре есть два уровня. Первый, собственно, ибур, это уровень катнута, малого состояния, и это его истинная форма. Но поскольку он имеет только катнут, то это считается недостаточным. В любом месте, где существует хиссарон в святости, есть место для клепот уцепиться, и тогда клепот могут привести к выкидушу, то есть к тому, чтобы духовный новорожденный выпадет, как только попадает в ибур, и поэтому должна быть некая сдерживающая сила, которая дает меру совершенства, то есть уровень гадлута. Второе, но необходимо понять, как же можно дать гадлут новорожденному в то время, когда он не готов получить еще даже катнут для своих неподготовленных желаний, ведь нет у него келим, в который мог бы получать ради отдачи. И на это следует объяснение. Мудрецы сказали, что плод в чреве матери есть то, что мать его ест, что означает, что все необходимое, что он получает, он получает в келим своей матери, и поэтому хотя и нет у самого плода келим необходимых для рождения, но в келим высшего, то есть келим его матери, в них он может получить, поскольку он полностью отменяет себя перед матери, и нет у него собственного состояния. это называется уровнем ибура, когда он полностью отменен перед матери. То есть действительно, если мы посмотрим на это состояние, когда человек должен просто закрыть себя и не хотеть ничего, и аннулироваться, то в каких келим он это делает? Дело в том, что в тот момент, когда он аннулируется, высший, начинает воздействовать на него и начинает снабжать его всем, в чем он нуждается, в келим высшего, и тогда это называется, что он питается тем, чем питается его мать. Ему не нужно выяснять ничего. Он находится в наиболее безопасном состоянии, как зародыш в утробе матери, или как младенец на руках. Она все выясняет, она все готовит, она все отдает ему, и он может быть совершенно уверен в том, что он получает. Поэтому этот уровень, с одной стороны, уровень малый, с другой стороны, великий, потому что он получает, сказано, что в материнских водах младенец видит, зародыш видит весь мир от конца до края. Свеча горит на его голове и его обучают всей Торе. Это то, что происходит в утробе. Мы видим там весь мир бесконечности, только через келим и мы. Точно так же, как младенца мы берем на руки и показываем ему мир. Поскольку он на наших руках, он все видит. Весь мир как будто его. Но это и потому, что он отменяет себя и сидит на наших руках. Это форма катнута. Несмотря на то, что эта ступень кажется маленькой и ограниченной, она дает зародышу без какого-либо выяснения, потому что има, мать, все выясняет для него. Без усилия он может есть, потому что все идет ему через пуповину. И он растет, ничего не определяя и не выясняя. Высшая природа делает все, и плод должен только отменить себя. Так что есть здесь сила, которая его взращивает и сила, которая его сдерживает, оберегает, удерживает. И обе эти силы одновременно воздействуют на плод и дают ему форму. С одной стороны, ему добавляют изнутри всякие материалы, то есть добавляют желание получать в самых разных формах. а с другой стороны, сила ограничения. Ему добавляют экранов в каждый раз с помощью светов, и так его выстраивают. На каждое желание, которое в нем растет, он получает экран, который соответствует этому желанию. и так он растет в течение девяти месяцев беременности. К нам нам же это говорит о том, что нам совершенно не нужно беззаботиться ни о чем, ни о созидающей силе, ни о сдерживающей силе, а только об отмене. Дай Высшему сделать это вместо тебя. Да. Четвертый Следующая цитата. Неживой духовный уровень души. До тринадцати лет невозможно никакого явного проявления точки в сердце. Но после тринадцати лет, когда начинает заниматься торы и заповедями, даже без всякого намерения, то есть без любви и страха, которые должны быть при выполнении желаний Творца, и даже если выполняет лолишма ради себя, точка в его сердце начинает расти и проявляется ее воздействие. Ибо заповеди не требуют намерения, и даже действия без намерения способны очистить его желание получать. Но только на первом уровне называемый неживой. В той мере, в которой человек очищает неживой уровень своего желания получать, в той же мере он выстраивает 613 частей или органов точки в сердце, что соответствует уровню неживой чистой души, чистой нефиш. А когда завершил все 613 заповедей в действии, то тем самым создал 613 органов точки в сердце неживой чистой души. Пока не образуется полный порцов чистой нефиш. И тогда нефиш поднимается и облачает сферу малхуд духовного мира осия и служит и оказывает поддержку. И все неживое растительное и животное духовного мира находятся в мире малхуд мира осия и изо всех сил служит Адаму, который туда поднялся. То есть в меру того, что нефиш обучает его и эти знания превращаются в духовную пищу, дающая силу для того, чтобы расти и увеличиваться, пока не сможет привлечь свет малхуд в оси во всем желаемом совершенстве и засветить в гуфе Адама. И этот полный свет помогает человеку добавить усилия в торе и заповедях и приобрести остальные ступени. Баалюсалам. Мы не знаем, от каких желаний мы отказываемся и что мы с ними делаем, и откуда у нас вдруг берутся проблемы, преграды, смятения, путаница, преграды. если мы над всем этим делаем преодоление, получается, что мы тем самым выстраиваем 613 органов души, потому что иначе быть не может. Было разбиение. Все килим упали вниз, все они находятся в этом жестоком желании ради себя, все они пробуждаются к тому же свету, который воздействует на них. И в этом свете что происходит? Каждый, ну, наиболее чистый выясняется раньше, и так все наши килим постоянно растут, оживают. Оживая, они начинают мешать нам. Мы в соответствии с этим делаем преодоление, входим в отмену на это желание, на то желание, на другое, так на каждое желание. И тогда получается, что душа растет именно так, пока мы не заканчиваем все 613. и мы не знаем, что такое 613. У нас нет в этом никакого понимания, и это нельзя никак вычислить, потому что даже сказано, что прежде, чем человек делает какие-то действия по отдаче, выполнение заповедей не требует намерения, так сказано. Несмотря на то, что ничто еще не раскрывается в его точке в сердце, когда он начинает заниматься торой и заповедями без какого-либо намерения, то есть без любви и страха, которые должны быть при... То есть даже льо-лишма, все равно его точка растет и показывает свои возможности, потому что это не требует никакого намерения. И даже все действия, то, что он делает в группе, во время занятий, все, что он делает, даже без надлежащего намерения. То есть, конечно, есть намерение, нет действия без намерения, кроме как у младенцев, может быть. Так он говорит, что даже действия без нужного намерения, то есть не ради Творца, даже такие действия способны очистить его желание получать. И когда человек так делает и не прекращает, не бросает этого, в конечном счете он приходит в состояние, когда он уже выстроил всю эту структуру кли де нефеш, и тогда начинает чувствовать там свет нефеш. Есть уже кли 10 сферот или тарьяк частей, не важно, как это назвать. И эта кли тогда наполняется светом нефеш. Наполняет ее без дзевуга дак без всего. Вот так вот просто наполняет, потому что это свет нефеш, нефеша. Оттого, что он неважно каким намерением старается отменить себя, дает высшему воздействовать на себя. Дальше. может быть вопросы или продолжим? В ком? Кто там от вопроса взрывается? Орен. Да. Зародыш. Что, не похож посмотреть на него? А что с этими жестокими желаниями, в которые попадает человек после разбиения? После разбиения это еще не человек, это еще не Адам. Мы уже давно, мы после уже этих этапов разбиения, оно в наших корнях. Жестокие желания это... Я не знаю даже жестокие ли они. Такие ли уж они жестокие. Я чувствую, что мне кто-то отвратительен, что я кого-то ненавижу. Я не верю, я не хочу, я пренебрегаю своим учителем, пренебрегаю товарищами. Ну, не могу я. У нас еще нет здесь, у нас еще нет здесь ссоры с Творцом. Мы еще здесь не с Ним боремся. Я буду царствовать, как сказано о точке, которая должна в нас пробудиться. это еще сила разбиения, когда ты говоришь, что я буду царствовать. Мы далеки от этого. Но это придет. Но пока нам нужно, чтобы у нас было с чего это выяснять, эту точку я буду царствовать. Пока что требуется от зародыша, чтобы рос, что требуется от младенца, чтобы рос, потом уже начинаются какие-то более серьезные требования, действия. Все? Но ведь эта жестокость, она во всем. Мы дойдем когда-нибудь до этапа, где это кончится? что дает человеку в этом состоянии силой все время выбирать добро и не падать в места, где он не хотел бы находиться или избегать их. Когда человек приходит к состоянию, где у него уже есть жестокие желания, направленные против Творца, когда он чувствует точку разбиения, я буду царствовать, в нем просыпается фараон, Балак, Билам, кто там еще, все эти, ну, Амалек, что человек делает, чтобы не упасть в них? Во-первых, конечно же, он в них упадет, всегда упадет в эти жестокие мысли и желания. Не может такого быть, чтобы этого не было. Нет праведника в мире, который совершил бы добро, не согрешив. Он должен почувствовать, в каких разбитых Керима находится. Потом, если он находится в группе, в которой есть поручительство, поддержка, если он сам определил то, что называется времена для Торы, то есть различные действия в учебе, в распространении и другие известные нам вещи, тем самым он пробуждает свет, возвращающий к источнику. Сила всегда приходит сверху. Вопрос, способны ли мы, способны ли мы пробудить эту силу? Поэтому мы должны построить такую систему, где никто не нуждался бы ни в чем, никто не испытывал бы ни в чем недостатка в этой силе? Должен ли он быть в это погружен просто по горло или уже выше головы? Нет, это просто уже вопросы бессмысленные. Сначала станет зародышем, потом уже обсудим следующие этапы. Не надо перепрыгивать. Да? Что там за парень? Это кто? Вчера вы говорили о том, что наша сила, это наше желание получать, наш эгоизм. И нечего этого стыдиться. После этого урока еще потом вас спрашивали о том, как видеть всех товарищей равными. Я нахожу себя в большом несогласии с этим. Я все время пытаюсь увидеть это состояние, и я понимаю, что я не хочу с этим соглашаться, и хочу видеть всю картину, я хочу видеть реальную картину. И я бы только хотел спросить, как из этого состояния можно уйти глубже вовнутрь, чтобы это не было в ощущении, что я сейчас не согласен, а действительно возможность почувствовать эту силу через эту призму центра группы, увидеть истинную картину. я тебе скажу, я вижу людей, которые спорят, каждый в своем направлении не слышит другого, так все, ты включаешь телевизор, у тебя каждый вечер в одном канале, на любом канале, один говорит, другой не слышит, другой говорит, первый не слышит. Если мы таким образом тоже, если мы тоже будем в таком виде, мы никогда никуда не продвинемся, точно так же, как и они. Мне нужно выйти из себя, облачиться в высшего, и тогда, когда я буду в высшем увидеть, был я прав или нет. Таково условие, и не беспокойся о том, что потом ты не сможешь снова быть собой, да еще как сможешь, еще хуже, чем ты был. У тебя не отберут чувство самокритики, и твое упрямство у тебя тоже не отберут. Это только вырастет. Выяснение всегда останется выяснением, но ты никогда не сможешь понять ближнего, в нашем случае это творец, который находится за Махсомом. Если ты сам не возьмешь его свойства и не начнешь проверять себя находясь между его свойством и своим свойством, находясь между ними, ты можешь быть судьей. Тогда ты можешь выяснять, а иначе нет. Ты говоришь, но я не согласен с тобой. Ты вообще не знаешь, о чем я говорю. Ты не был в том состоянии, которое я описываю. Так как ты можешь согласиться или нет? Да? я хочу сказать, как, например, сказал Эли, я хочу посмотреть на товарища и понять, большой я, малый, но я не равный. Я не могу согласиться с тем, что мы равны. Я не могу согласиться с этим состоянием. Я хочу с этим согласиться. И как можно действительно попросить согласиться с этим. Не соглашаться с этим даже, а увидеть его равным, увидеть всех нас равными. Если вложишь в это усилие, ты думаешь, сразу это произойдет? Ты не можешь. Мы говорим о настоящих изменениях в человеке, а не то, что мне кажется. Ты можешь согласиться видеть его равным, или меньшим, чем ты, большим, чем ты, если ты чувствуешь в этом хоть какую-то выгоду. Выгода? Нет проблем. Я передо мной банкнота в миллион долларов, если я его почувствую равным себе. Сразу почувствую, нет проблем. От всего сердца тебе говорю, я его чувствую равным. Мое желание получать, который видит эту бумажку, есть такая вообще вещь, зеленая она или красная. Есть говорят, что есть даже большие банкноты, но они не в ходу, они только для межбанковских расчетов или чего там. Допустим, передо мной вот такая вот бумага, и в тот момент, когда я ее вижу, мое желание получать делает очень точный и очень хороший расчет. Он видит все, что ты захочешь, видит его таким, 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 каким только хочешь. Он сразу видит его таким, каким надо. Поэтому если мы хотим в нашем желании получать, увидеть нашего товарища как равного я должен понять, чего мне с этого будет, где моя выгода, где в моих глазах это может стоить того же миллиона долларов. Если я сильно вложился в товарищи, в занятия, я хочу знать, понимать, что происходит с моей душой, и мне говорят, что это условие, то я смотрю на это условие как на нечто необходимое и чувствую, что нет у меня никакого выбора. И когда я об этом больше думаю, разговариваю с товарищами и убеждаю себя все больше и больше, действует свет. Свет действует, не я, свет действует и дает мне эту способность видеть товарищей равными нам. Мы сами никогда на это не способны. либо меня в этом убеждает мое желание, которое хочет насладиться, либо свет убеждает меня свыше. Продолжим? прочитай. Ну, прочитай. Это из ТАС девятой части внутреннего созерцания. Он говорит, что и в Ибуре новорожденный получает полное совершенство в Мохингарх, потому что без гар не может быть жизненной силы. И он видит, что и в Ибуре он также живет. Более того, мудрецы сказали, что в Ибуре свеча горит во главе его, и видит он мир от края до края, и обучают его всей Торе. Несмотря на то, что говорят мудрецы о душе, известно, что общие и частные равны. И если бы это не присутствовало в каждом из высших парцувах, то наверняка это есть и в Ибуре души человека, потому что все исследует из высшего. Отсюда мы видим, что все будущее совершенство, которое достигает парцув, он достигает уже во чреве матери. Но получает все эти свечения в виде нефиш, что означает снизу вверх. И это означает, что есть у него лишь кле-де-кетер, то есть рожь. И известно, что все достоинство рожь в том, что получает он снизу вверх. И даже в Ибуре присутствует Ибур, Яникай, Мохин в виде нефиш, как со святами, так и с Ницуцин, и также и с Келин. Ибо три дня абсорбции в виде Ибур да Ибур, то есть нефиш да нефиш. А 40 дней образования Влада новорожденного или Яника Ибура, когда он Яника, то есть впитывает через табур и является руах да нефиш. И оплата в восполнение трех месяцев у бар приходит гадлуту нефиш. Этим он становится уровнем Хай, то есть уровень Хая де нефиш. И проходит в третий отрезок времени. В этом третий период он достигает Нарангхай килим с помощью всех этих трех периодов времени. Там он достигает Нарангхай ницуцин. В высшем же отрезке он получает Нарангхай святов. Таким образом приобретает полное совершенство в Клида Кетер, что означает, что получает свята снизу вверх, как и сказали мудрецы о душе, где свеча горит во голове его, и видит мир от края до края, и обучает его всей Торе, поскольку в этом вся цель совершенств, заложено совершенство. Поэтому ибур это все. Если мы говорим о том, что за нашим эгоизмом, в котором мы полностью погружены, у нас нет иного действия, кроме как самоотмена с тем, чтобы Высший произвел над нами все действия, вывел нас из эгоизма на свою территорию, и тогда мы, находясь уже за нашим эгоизмом, с другой стороны его, мы можем из нашего эгоизма, это называется, поднимать Ахабделья из миров Беа в Ацелут. Что, Левич? Что за работа? Какова правильная работа? Какова правильная работа при ощущении такого тумана? Надеется, что это пройдет просто? Не, не надо надеяться, что это пройдет. Правильная работа в туманности, затуманенности, это означает, что находиться под воздействием группы. И в группе, и во всем, в учебе. Все, что есть, поступать без головы, без чувств, не понимая, хотя бы как-то принимать участие. И это очень уважаемая, почетная работа, потому что тогда, когда у тебя нет никакого интереса, как мы сегодня утром говорили, ты находишься под воздействием самых мощных окружающих светов, потому что ты отменяешь себя, ничего нет над тобой, если никакого интереса, то свет у тебя нет, тогда свет влияет на тебя самым сильным образом. Именно в то время, когда ты не хочешь, и тебе наплевать, и ты пренебрегаешь, и сил нет, и вообще ничего, ничего и пусто, но ты прилагаешь усилия, изо всех сил, минимальные из усилий, послушай, и не можешь большего, ты пришел на урок, сел, не видишь, не слышишь, не понимаешь, вообще ноль, и ты отменяешь себя перед Высшим, то тогда воздействие на тебя, Макефин, окружающих святов, самое большое, самое сильное, потому что ты находишься буквально в свете бесконечности, ты ему не мешаешь, ты не вносишь в него свои келим, со своим разумом, со своими чувствами, все свои премудрости, ничего подобного, такие состояния, это состояние очень и очень хорошее, что изнутри, какие внутренние движения я тогда делаю, или ничего не могу, если ты можешь, сделай, а если я не могу, то и не делать, или делать, мы говорим о состоянии, когда ты не способен, что значит попробовать, если ты можешь попробовать, то делай, но если ты не способен, мы говорим о истинном состоянии, что ты ложешь, Ну, когда хотел бы обмануть. Почти не могу. Нет, когда по-настоящему. Полный ноль. Мы говорим об этом. Можно еще маленький вопрос? Вы сказали, что должно быть вознаграждение, чтобы были силы отменить себя. Но не помню, как вы это описали. Я хотел сказать так. Мы не в состоянии работать без вознаграждения. Творец может действовать без вознаграждения, потому что он есть желание отдавать. И поэтому он может отдавать без хомерделек, без энергии. Я не могу отдавать без энергии. Мне необходима заправочная станция, чтобы наполниться и чтобы я мог отдавать. То есть я должен видеть прибыль. Прибыль может быть обычная в наших получающих кили. Еда, секс, семья, деньги, власть по чести знания. Давай. Если это стоит, выгодно относительно работы, то я могу взвесить, стоит это делать или нет. Но если я не получаю все эти виды наполнений, а частично хотя бы что-то в себя, то я не могу отдавать. Не в состоянии отдавать, потому что для меня это не отдача. Для меня это торговля. Я даю тебе, получаю от тебя. И что выгоднее? Ну так что поделать? И почему? Потому что я есть желание получать. Я эгоист. И мое желание получать требует энергии. Она говорит так. Ты хочешь, чтобы я сделала какое-то действие? Я готова. Если ты дашь, передашь мне наслаждение. Иначе я двинуться не могу. Материал не может сдвинуться с мести, материя, если не видит какого-то наслаждения для себя. И возникает вопрос тогда, какое наслаждение? Тогда мы приходим в группу, выполняем разные действия, обращаемся к свету, возвращающему к источнику. Когда мы начинаем описывать нашему желанию получать наслаждение в гадлуте, в величии Творца, в величии группе, наше желание получать преклоняет себя перед большим. Если я вижу кого-то больше, чем я сам, я начинаю его ценить. Если он еще больше, я начинаю уважать его. Еще больше, я начинаю любить его. Как ты можешь любить? Я не знаю. Но так устроено мое желание получать. Если он большой, я не могу. Ну и знаю. Я просто обязан его уважать. Желание получать, аннулирует себя. Тогда возникает вопрос, как мы изменяем наше желание получать в нем осознание важности, Творца важности, отдачи, духовного, вместо получения и материального. Вот и все. Так я проникаюсь группой в группу, которая меняет мне ценности. И тогда они мне говорят, посмотри, как велик Творец, посмотри, как все здорово. Ты посмотри, что происходит. Они путают меня. Я в этом ничего не понимаю. Но они просто промывают в нее мозги. То, что называется. Я начинаю по-другому относиться. Можешь сказать, что это ложь. Конечно, это ложь. Ну так что? Наверняка это ложь. Ну а где же истина? Истина в том, что я проникаюсь в группы. И правда в том, что я определяю, насколько я прохожу, попадая в группу. Если я прихожу в какую-то партию или какое-то движение, то там играют со мной так, как хотят. Они могут мне рассказывать о чем угодно, всякие истории. Я слушаю и становлюсь их хасидом. Если я прихожу в группу каббалистов, этого не происходит. Так не происходит. Никто, как правило, не рассказывает ни о величии цели, ни о величии рава, а вообще ни о чем. А если я рассказываю, то я им не верю. Да к тому же я вижу, что это только разговор. И почему? В группе каббалистов у меня всегда остается свобода выбора. Свобода выбора. Я не могу от них получить величие, если я не преклоню себя перед ними в том, что они должны быть большими, если они будут для меня великие и большие. В той же самой мере я могу получить от них их воздействие. В том, что и цель большая, и Творец большой, и Учитель большой, и путь наш очень особый и так далее. Все лишь в той мере, в которой я преклоняю себя. То есть в этом мой выбор. И это называется выбрать окружение. Если мое окружение завтра будет еще больше, чем сегодня, в моих глазах, будет называться, что я выбрал новое окружение. Не имеется в виду количество людей. Имеется в виду их вес для меня. И таким образом я могу продвигаться. И всегда я решаю мерой своего аннулирования относительно группы, насколько я с их помощью буду продвигаться, насколько я могу впечатлиться ими в том, что и Творец, и Учитель, и вся методика. Все это великое. Нет ничего больше в этом мире. И всегда я должен, постоянно я должен работать над важностью. и я в этом всегда нахожусь в свободе выбора. Это моя свобода выбора. Никто вместо меня этого не сделает. Никто меня не в состоянии убедить. Когда я прихожу новичок в группу, то для меня все большие, я готов всем чай раздавать. Ну, ты знаешь, как начинающие. Через месяц-два ты видишь, ну, все уже начинают плюют друг на друга. Означает, что пришли к выбору. И очень быстро. Уже ничего не хотят. Уже все там, у них все нормально. Они уже все знают. Нигде это не происходит так, как у нас. Потому что человек приходит и получает возможность выбрать. Я хотел спросить, какое вознаграждение? Ведь желание должно чувствовать выгоду, чтобы что-то сделать. Что я должен представлять себе вознаграждением, чтобы сделать действия отмены и бура? Что я должен представлять себе за этим, чтобы у меня были силы это сделать? Чтобы сделать эту отмену, самоотмену? если ты можешь отменить себя перед Творцом в том, что Он делает все, и все, что происходит с тобой, все исходит от... нет никого, кроме Него, то, что называется, и все происходит в виде доброго, несящего добро. ты лишь должен согласиться с тем, что это так. Во всем абсолютно, что бы ни произошло в следующую секунду, все исходит от Него, и ты слит с Ним через происходящее действие. Ты благодаришь Его за то, что Он к тебе передает для того, чтобы приблизить тебя к себе, что именно тем самым действием, именно через это ощущение ты должен раскрыть Его. И это то, что ты должен делать каждое мгновение твоей жизни. И все. И ничего, кроме этого, не нужно бегать ни вперед, ни назад. Ты сейчас видишь, что сейчас со мной происходит, происходит от Него. Я должен согласиться, я должен быть слитым с Ним, я должен быть с Ним, я должен отменить себя. Я сейчас должен стать убаром. И тогда, как ты можешь понять, правильное действие ты выполнил или нет? Радость. Если вдруг ты взрываешься от радости, ты начинаешь смеяться, ты не можешь остановиться. Поверь мне, я не из людей, которые просто так смеются. Ты просто взрываешься от смеха. это что-то такое, что ты не можешь остановить. Вот так вот. Да, пожалуйста. Там сзади. здравствуйте. Уважаемый Рав, у нас есть замечательный закон, что свободное решение высшего становится законом для нижнего. Я хотел бы добавить, высший не делает по какому-то свободному выбору то, что ему вздумается. Все устроено в виде системы. От бесконечности через разбиение келим и до нас. Просто относительно нас. Что будет, то будет. Поэтому мы говорим, что в высшей свободе на самом деле все очень точно обустроено. Да. То, что человек в материальном его рожь решает что-то сделать, а тело не слушается. Это потому, что тело не отменяется и не входит в ибур, в рожь тоже? Можно так сказать? Это называется, что сердце и разум равны, а усты равны. Когда человек мог бы сделать иначе, тело ведет его в другое направление. Если он будет в духовном, это будет иначе? В буре он не будет, и в духовном он не будет, если у него есть оторванность, рожь, отгув. Спасибо. Можно еще вопрос? Тот свет Малхуд Шамайм, о котором мы говорим, это свет первого цемцума? Оль, то есть ерьмо небес, это когда Малхуд поднимается в бину, это как это не первый цемцум? Это подъем Малхуд в бину. А тебе можно вопрос задавать? Ну давай. когда вы ответили Орену Лейбовичу, вы говорили о том, как человек должен относиться ко всему, что приходит, что когда он понимает, что это приходит от добротворяющего добро, и он даже смеется от того, какой радость это ему доставляет. Это очень высокое, видимо, состояние. А пока если человек плачет, что ему делать? Если он плачет, он должен представить себе то самое исправленное состояние, и через силу находиться в нем, представлять его себе и просить. То есть я сейчас представляю себе состояние, когда отменяю себя перед Высшим. Я хочу включиться в него. Все, что происходит со мной, меня не волнует. Я хочу только через происходящее почувствовать контакт с Высшим. А со всех сторон, что бы ни было, не важно. Важно контакт с Высшим. То, что все, что происходит со мной, наверняка от него, ведь нет никого, кроме него. И наверняка он добронесущий добро, хотя я чувствую совершенно наоборот. И я не прошу ничего. Я прошу только точку контакта. Я прошу только о ней. Потому что все, что делает Творец, он делает только для того, чтобы мы прилепились к нему. И об этом я прошу. Точки контакта. То есть включиться в него как капля семени, как убар. Именно этого я прошу и все. Хорошо. Это он просит плача? Да, конечно. Да? Через напряжение, через страх, разочарование, через самые разные состояния, когда его бросают из края в край. Я сейчас вообще не знаю, что происходит, не ориентируюсь. Я хочу только держаться за тебя. Да, конечно. А для чего еще даются такие состояния? Что ты думаешь, что все случайно? но в чем проблема? Нет проблемы, трудно сделать. Нет и сделать не трудно. Именно поэтому я скажу почему. Раз уж даются человеку такие состояния и бросают его как в праще, как в качелях, тогда он начинает раскрывать, что все это от Творца, и он начинает раскрывать возможность, какую-то возможность за него ухватиться просто с зубами, и снова все исчезает. Если исчезает Творец, ему кажется, что весь мир пропал, и вообще все. И вдруг снова раскрылся, и снова все пропадает. И так раз за разом, пока он не ухватится за него и не отпускает. Так обучают человека через скрытие и раскрытие самых разных состояний. Держаться за Творца. Прилепиться в очрево. Прилепиться в очрево это очень большая проблема. Ты, дружище, один из десяти миллионов сперматозоидов. Так? Ты переборол всех, все остальные отменились, а ты посмотри, что из тебя вышло, что получилось. Один маленький такой черный сперматозоид. Понимаешь, на что это пока нам указывает? Мы должны бороться, чтобы войти в Ибур. притягиваться. это работа. И именно через эту тряску мы приходим к этому. Но ты должен зубами буквально держаться, ты должен все время стараться. Потом ты будешь любить эту борьбу. Эта борьба для тебя потом будет, ну, не знаю, ты будешь стремиться к ней, как Баля-Сулам говорит. Чудесная картина. Все эти войны. Ну, давай, давай, найди что-то такое эмоциональное. Это нечто серьезно. Потом а когда это потом? Когда ты видишь, что все это произошло для того, чтобы дать мне возможность открыть Творца. тогда это стоит того. Настолько, что я люблю это. Я целую палку, которая меня бьет, она перестает быть палкой. Это абсолютно чистая любовь. Это не то, что по-настоящему меня били, я понимаю, что все эти удары были не мне направлены, а моему желанию получать, с которым я себя больше не отождествляю. То есть с помощью этих ударов я оторвался от него. Да. Это в первом письме он раскрывает там всю тему сменяющихся правителей и в конце говорит, что потом снимает он свои одежды, свой костюм, в котором переоделся, и радость там становится еще большей. И все эти воины обращаются большой радостью, потому что теперь министру пришлось прилагать еще больше усилия, потому что уже известно, что не может быть никакого жестокого в царстве нашего царя. И несмотря на то, что он облачился в злодея, видит, что изначальная любовь и понимание того, что будет в конце, тогда он уже восстает навечно, и тогда чудесным зрелищем представляются все воины в этом изгнании. Их внутренняя суть это радость, которые приносят или шутки, которые приносят только добро, и при этом нет никакой возможности снять себя тяжесть войны и ее ужасов. Что смеешься? Красиво? Красиво. Я тебе это напомню. Да. Но если это все вместе, в группе, в поручительстве, поддерживая друг друга, то проходим с радостью, проходим с воодушевлением. Просто каждый приобретает силы всех вместе. германец. Да. Германец. В продолжении, сказанного двумя органами, с другой стороны, когда группа распознает товарища, который застрял, у которого нет сил, который находится в этом состоянии отчаяния и бессилия. Что группа может сделать? Даже здесь, на Конгрессе, он не может прийти в состояние. Чем может помочь группа? Если это не на Конгрессе, вот здесь рядышком есть паб. Не, не в этом, там. Вот за этой стеной. Мы уже все хотим такую вот трубу туда провести. вот прямо за этой стеной там такие здоровенные бочки, пивоварня там. Вот оттуда музыку слышно. Ну, что поделать, у них там бизнес, мы ничего не можем сказать. Так к чему это? Если это на Конгрессе, вы должны заботиться о каждом. пробуждать каждого и поддерживать главным образом намерение. Иногда словами. Если это в обычный день, то тоже самое все. Но кроме того, что ты можешь с ним еще и что-то сделать, не важно что. Главное постараться что-то сделать. Ирабаш пишет об этом в статьях. Нельзя нам забывать товарищей. Это все равно, что ты не заботишься о части собственной же души. В следующую секунду то же самое произойдет с тобой в такое количество раз, в которое ты пренебрег им. То есть ты пренебрег им на один грамм, но он связан со всей группой, этот один грамм связан со всей группой и ты получишь именно такое отягощение сердца. Расчеты все знаешь какие? Простая физика. Как в интегральных системах? Аналоговых. это правильно быть активным? То есть дать такому товарищу возложение каких-то обязанностей? Не заставляя его что-то делать. Иногда кажется, что так поступают, а он бедняка в два раза больше всех ругает. Наоборот, делай ему что-то приятное, веселое. Ты видишь, он в состоянии не таком, что новая обязанность его обрадует. Спасибо. Продолжим. У тебя микрофон? Есть? Давай. Относительно внутренней работы. Мы очень часто, ну, есть какие-то картины в голове. С тобой говорят об общей сети, в самых разных вещах. Так вот, работа с этими картинами, которые, естественно, меняются со временем, но мы должны прийти к состоянию, где мы видим одну и ту же картину. и у и у меня несколько вопросов относительно работы с картинами. Хорошо ли это? Хорошо ли это работать с этими картинами? да, да, представляю себе самые разные образы, это помогает. Мы, ну, как сказать, мы внутри себя не держим ни слова, ни какие-то фразы, отрывки, мы держим в себе чувства, потому что каждый из нас это желание насладиться, желание получать, поэтому каждый наполнен разными картинами, образами, именно так у нас это все вырисовывается. И поэтому хорошо, если ты для каждого из состояний будешь представлять какой-то эмоциональный образ, тогда ты сможешь с ними работать. Да, мы так и делаем. Вернемся, вернемся к тексту. Что-то ты нашел? Пожалуйста. Наша следующая тема отмена точки Я включения в группу, войти в группу. Пятый отрыв включится как один из товарищей. Предупреждал мой учитель Ари, меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы перед утренней молитвой мы приняли на себя выполнение заповеди возлюби ближнего как самого себя. И каждый то есть еще прежде всего остального. проснулся с утра, ты можешь сказать «Шмай Исраэль», все, что угодно, но возлюби ближнего как самого себя должно сопровождать тебя с первого мгновения до последнего мгновения дня. Возлюби ближнего как самого себя или «Шмай Исраэль», слушай Исраэль, возлюби Творца своего, это одно и то же. Это говорится о свете или кле. «И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из народа Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. Относительно любви товарищей каждый из нас должен включиться, представляя себя как будто он является одним из органов как будто он является одним органом из всех этих органов и очень предостерегал меня мой учитель в отношении того». Молиться то есть просить реально просить Творца за товарищей мне не хочется меня не волнует я вообще не обращаю них внимания не имеет значения я для себя решаю принимаю для себя решение поговорить с Творцом о них вот так вот почему надо вот так ну скажем несколько раз в день по две минутки одну минуту одну минуту пять раз в день итого пять минут попробуй чтобы каждый пусть попробует и увидит насколько это эффективно за действиями устремляются сердца то что называется так действует наш осел это животное привыкает и потом действует потому что привычка превращается во вторую натуру вдруг я чувствую после того как попросил о них несколько раз чтобы было хорошо чтобы они добились успеха чтобы мы все объединились пять минут в день но пять раз по минутке и вдруг я чувствую через несколько дней если это не сделаю то мне чего-то не достает животное привыкло почему бы нет стоит а иначе Ари бы не говорил это в виде указания своим ученикам вы должны по утрам принять на себя возле ближнего как самого ближнего как самого себя что это за подавление такое что это чуждое насаждение управление но он знает что если они начнут так поступать то это войдет в природу и тогда начнут требовать все больше и больше все глубже и глубже придет свет возвращающий к источнику раз за разом хотя бы даже на неживом уровне потому что заповеди не нуждаются в намерении и действия и даже без намерения уже поднимают человека на уровень нефиш тогда достаточно уже есть начало не бойтесь что если вы будете выполнять действия как выполняют другие люди которые молятся или что-то такое делают мы потому что делаем это против нашего желания для того чтобы это вошло нам в привычку и чтобы мы пришли к состоянию бара для развития у них нет развития у них нет такой цели они не работают со злым началом все праведники и так далее хорошо вопросов нет есть вопрос можете еще раз повторить что нужно думать в эту минуту умножить на 5 визнение 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 теплая cast и таки пусть соглас stand а команда предсказ идет о стол все спасибо не 2 готов готов «Ради братьев и ближних» была песня. Шестая цитата. «Соединиться всеми силами с обществом Израиля». И в этом весь секрет молитвы в обществе. Одиночке нельзя отделяться от общества и просить за себя, даже доставляя наслаждение Создателю. А молиться только за все общество. Потому что нельзя представить себе выходящего из общества без облачения гордыни. И горе ему, ведь это ведет его к разрушению души. И каждый человек должен собрать все свои силы всем обществом Израиля во всех обращениях к Творцу, в молитвах и служении. Присоединиться к корню всего Израиля. Ведь такова природа света. Общая покрывает, включает частное, которое отменяет свою частную реальность и не ощущает себя. То есть свет может на нас подействовать, если мы находимся по-настоящему в центре группы и отменяем себя. Там интенсивность, мощность света самая большая. Где наш художник? Так представьте себе именно так картину. Есть свет в центре группы. Его воздействие, его индукция самая большая. Постарайтесь быть в центре. Очень просто. Это называется молитва в обществе. Запрещено одному выйти из общества и просить о себе. Даже насладить Творца. А нужно только об общем. Об общем означает, что он находится в центре. Если немножечко вышел из центра, если немножечко вне центра, это уже не за общество. Уже есть примеси собственных интересов. Потому что не может никто выйти из общего без облучения гордыни. И может он, горе ему, ведь это ведет к разрушению души. И каждый человек собирает все силы, чтобы быть в обществе Исраиля и обращение к Творцу в молитвах и служении. Но присоединяется к корню Исраиля и хидай. И хидай имеется в виду это от слова объединения, то есть к корню всего Исраиля. Ведь такова природа света. Общая включает частное, которое полностью отменяет частную реальность и не ощущает себя. То есть не ощущает себя. Это признак, что он находится в центре. Он тогда исчезает. Свет находится, светит на него, и человек не чувствует. он начинает приобретать килим высшего, более высшую ступень. Внутри группы, в ее центре, когда себя человек отменяет, он находит врата на более высшую ступень. это то, что мы с вами читали не раз, а взаимодействие меры суда и милосердия, как включается низший и высший, так в центре группы, если он находит там, вдруг открывается ему такой проход, такой вот проход, и он достигает более высокой ступени. Да. Сзади. Сзади. Я хотел спросить, можно ли прийти к Ибуру через Гвуру? Гвуру? Через, дословно, мужество? А что такое Гвура? Я не понимаю. Мы все время говорим об отмене, для того, чтобы прийти к Ибуру. Допустим, человек, как мы прочитали сейчас в статье, раб, который просто с полной самоотдачей. Может, здесь есть кто-то, у кого есть псалмы? Праведник какой-нибудь? Еще раз? Не следуй совету грешников. А, ну-ну. Но есть у кого-то здесь псалмы? Ты или им? Найдите в интернете. Не у кого, что ли? Играющие на розах? Что, нет? Вот это грешники. Ну и хорошо. Ладно. Ладно, да, спрашивай еще. Я еще раз спрошу. Мы говорим о самоотменении для того, чтобы войти в Ибур. И мы прочитали здесь о рабе, который полностью жертвует, приносит себя в жертву, чтобы героически приносит себя в жертву, чтобы защитить царя от мнимого врага. И вы говорили вчера о великом товарище Аннессе, который выглядит таким сильным, который вроде бы находится в состоянии и каждый раз говорит, кто с Творцом, тот ко мне. Можно ли из такого места войти в Ибур? Да, поскольку он пробуждает других. Если он пробуждает других правильно, правильно, хорошо, а не просто так кричит. А делает это разумно, может даже с хитростью, даже если он и играет. Как пишет, говорит Балюс Сулам, что может быть даже можно нанимать людей, которые умеют это делать. Главное пробудить общество. Или как сказал, кто там говорил, что Клейзмеров заказывал, чтобы ему сыграли? Ну, какой-то из Рэби. он вызывал музыкантов, Клейзмеров, чтобы ему сыграли, которые потом шли и напивались на его деньги. Но ему нужно было их музыка, чтобы пробудиться. Как можно пробудиться за счет таких пьяниц простых, которые хотят только тебе немножечко поиграть и потом напиться. Ты понимаешь? То есть не имеет значения, каким образом, с помощью чего человек пробуждается. Главное, чтобы пробудиться. Несси, молодец. То есть нужно очень ценить таких людей, которые силой и желанием толкают. да, если он делает это аккуратно, если на самом деле люди потом пробуждаются, тогда, верно? Теперь, то, что касается гвуры, ты сказал, посмотри, что пишет царь Давид. Ну, посмотри. Неважно. Он говорит так. Приобрел в Ними мне быть человеком. Я ищу, где про гвуру говорится. Оран, поищи, я пока не вижу. Вы не знаете эту песню? Может, споем? Он ничего не знает. Баль Сулам сделал музыку. «Одень свой меч». Это поют Творцу. Никогда это не обращено к человеку. Только к Творцу. Гибор, герой, гвура, мужество. Никогда это не обращено к человеку. Как это может быть о человеке вообще? это только о его гордыне что-то какой-то непристойный может быть. И когда ты говоришь преодолевание, то, что мы изучаем у нас все время, что такое преодолевание? Я получаю свет, возвращающий к источнику. Тогда я преодолеваю. Если нет света, значит, я не могу ничего преодолеть. Я ничто, ноль. что я в конце концов? Я результат. Я являюсь следствием действия света. Какой я герой? За чей счет? Я имел в виду то, что вы сказали сейчас. Гвура это то, что он получает награду за свое действие. Откуда у него берется материал, топливо для того, чтобы это делать? Да? Ты ищешь энергию или другое вознаграждение, или как музыкант, или как духовный актер. И потом это споем еще. Четвертая цитата. Отмена как условие единства. Без отмены любви к себе невозможно достичь слияния с Творцом, что является подобием свойств. И для того, чтобы один включился в другого, каждый должен отменить себя перед другим. Это с помощью того, что каждый будет видеть только достоинства товарища, а не его недостатки. А как же может быть без хиссарона, без недостатков? Я через свои недостатки вижу достоинства товарища, и тогда мы входим друг в друга, как пазл, сопоставляя все формы мои недостатки и достоинства товарища. И тогда мы соединяемся. В таком объединении, но он это делает обратно, он относительно меня видит свои недостатки и мои преимущества. И получается, что мы собираем каждый пазл исходя из корня души каждого. А каждый видит другой мир. Каждый остается с видением высшего света и видит он совершенно другой мир. Извиняюсь. Хорошо? Но тот, кто считает, что он немножко выше товарища, уже не способен соединиться с ними. И тогда он и не может собрать картину первые десять сферот как минимум для того, чтобы почувствовать духовное. Меньше десяти нет у нас ощущения. Последняя сфера это мал ход. ты не достигнешь ее. Здесь есть много людей, которые находятся посередине, две трети. Пока не достигнем конца завершения, нет ощущения. Ощущения нет. Пока не доходит еще до чувств. Где он пишет о том, что все еще не доходит? Ладно, потом. Может быть секрет ибура, рождение где-то там. Продолжим. Цитата девятая. Преклонить себя перед товарищем. Девятая цитата. Рабаш, когда человек должен оправдать товарищей, оправдывать товарищей, это является большим усилием и не каждый на это согласен. Поэтому, когда человек прилагает усилия и оправдывает его, это является чудесным средством, когда благодаря прилагаемому усилию, что называется пробуждением снизу, ему дают сверху силы, чтобы он мог полюбить каждого товарища без исключений. и это называется купи себе товарища, когда человек должен приложить усилия, чтобы достичь любви ближнего. И это называется усилием, когда он должен работать выше разума. Ведь со стороны разума как можно оправдать другого, в то время, когда разум показывает ему истинное лицо товарища, что он ненавидит его. Если так, то что он может ответить на это своему телу? Почему он должен себя принизить перед товарищем? Ответ поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого сравнением по свойствам. То есть не думать о своей выгоде, то почему это принижение, склонение, преклонение кажется ему таким трудным. Причина этого в том, что он должен аннулировать свое самолюбие и всю свою жизнь, которую он хочет прожить, думать только о том, чтобы работать ради пользы ближнего, начиная с любви ближнего между товарищами и до любви Творца. В таком случае совсем наоборот. Именно здесь он может сказать, что ни в одном действии, которое он выполняет, нет никакой личной заинтересованности. Разум заставляет его думать, что товарищи должны его любить, а он преодолевает свой разум, идет верой выше знания и говорит, что для себя самого не стоит жить. Не всегда человек находится на такой ступени, что может так сказать, но в любом случае это является целью его работы. Поэтому у него уже есть, что ответить своему телу. Из этой точки начинает, если есть ему что ответить телу, начинает очень и очень ценить то упражнение, которое делает с ним творец. Это буквально подводит его к отторжению, к равнодушию, к апатичности к товарищам. Он понимает, насколько раскрывают ему вообще все поле работы. Вопросы или как? Если не будете спрашивать, то мы начнем семинар. вопрос. Какая способность приходит раньше? Способность отмениться или способность просить за товарищей? Или одно исходит из другого? Красивый вопрос. зависит от того, в каком состоянии человек. Возможность может ли он отменить себя или может попросить? в каждом состоянии существуют обе эти возможности. Но прежде это отмена, а затем просьба. Просьба не может быть прежде, чем я включаюсь в них. А включение не может быть, прежде, чем я отменяю себя перед ними, аннулирую себя. Да. Рав, я хотел спросить о том, что вы объясняли ранее. Вы говорили о том, что я должен с одной стороны аннулироваться перед товарищами и сделать так, чтобы каждый видел с другой стороны величие товарища. С другой стороны. И мы вчера говорили о равенстве. Если я правильно понимаю, равенство это, как вы сказали, когда есть любовь и равенство, и мы все должны видеть друг друга равными. для того, чтобы освободить место для любви. Я хотел спросить, этот путь, где один аннулилится перед другим, это мозаика. Может быть, каждый равен в плане общей картины, которую они создают, но каждый по отдельности не одинаков, что ли. Что такое равенство в этом плане? Равенство мы не можем осуществить. И мы говорили, мне кажется, об этом тоже. Невозможно. Происходит это за счет света, возвращающего к источнику. Что я могу сделать, так я могу постараться отменить себя. И когда я отменяю себя, то этим я привлекаю свет, он меня как бы приводит в порядок, выстраивает. И я вижу тогда всех любящими, объединенными и всех равными. Делает это только свет. Я не собираюсь выстраивать всех, кто больше, кто меньше, как мне бы это казалось, чтобы мы были равны. Невозможно. отмену тоже он делает, в конечном счете это результат. Верно. Да. Но мы должны сделать все, что зависит от нас. А сами действия будет выполнять он. Что у нас? До которого часа мы должны закончить урок? Распорядитель. До шести. сколько? Час? Будет еще пару минут? Нет. Нет. А ты кто? Молодой парень. Ну, дайте ему микрофон. Первый раз я его вижу. Откуда ты? Я из Тель-Авивской группы. Ага. Рав, если происходит такая ситуация, когда человек оторван от группы из-за своих, ну, из-за их рахиюта, из-за того, что ему необходимо. Если он не может, то он освобожден. То есть, он хотел бы, но не может, значит, освобожден, то, что называется. можно можно ли вообще использовать такое состояние со стороны человека и со стороны группы тоже? Я тебя не понимаю. Сколько у тебя времени есть, все его вкладывай. Если у тебя его нет, так нет. Это тоже все. то есть, отмеривают только усилия? Да, конечно, потому что тебе все условия предоставляются свыше, и относительно того, что тебе дано, измерить можно оптимально то, чем ты воспользовался, насколько максимально ты воспользовался. Эммануэля передай. Рав, у меня вопрос о молитве, который мы должны выяснить. Я все время во время трапезы, во время урока я искал, и я в конечном счете понял, что я не могу прийти к молитве, ни сам, ни с товарищами. Даже одной фразы какой-то нет тебе произнести? Единственная фраза, которую я могу произнести, это есть шанс, что все то усилие, все то выяснение, которое сделаем вместе с товарищами, это уже есть молитва. Может быть, нам не нужно приходить никакой фразе. Но я все-таки прошу предложение. передай микрофон. Я бы хотел принести свои извинения, но мы все время крутимся вокруг слова «отмена». Я не понимаю, что это такое. Я пытаюсь найти этому примеры. Повсеместные, мне не удается это сделать. Мне не удается не увидеть никакой привязки к отмене. видимо, эгоизм так это сильно покрывает. А я скажу тебе просто, даже очень просто. Здесь нет человека большего, чем я. Это я тебе подписываюсь. Нет. Прежде всего, любой, кто больше товарища, зло его начало еще больше. Хотя бы только взять этот параметр. Отмена. Я понимаю, о чем ты говоришь. Отменой называется, когда я прихожу к состоянию, когда я вижу, что у меня выбора нет. Потому что в духовное я не вхожу таким, какой я. Совершенно. Я все должен как бы снять себя и оставить в этом мире. И пройти через дверь в духовное только одной точкой, которая совершенно не связана с этим миром. Совершенно не связана. Только она туда выходит. Готов ли она это или нет? Я должен выяснить. Эта точка не сопровождает ли? Эту точку не сопровождает ни разум, ни чувство, ни мой опыт и вообще ничего. Только точка ну как сказать когда дается возможность пройти этот переход. Просто иногда открывают дверь и она выходит в духовный мир. Все остальное кроме этой точки то что я есть должно остаться с этой стороны. Настолько что я больше и не встречаюсь с тем что я оставил. Умерло сгорело прошло и не возвращается. Я с собой не беру ничего. Я имею ввиду та самая точка если я себя с ней отождествляю без разума без чувств без опыта без ничего только точка и все. Это место которое так чуждо мне то что вы описываете у меня даже нет никакого начального касания к этому откуда вообще заходит в это место. это вещь очень легкая если ты включаешься в товарищи если ты понимаешь что эта вещь необходима если ты отчаялся от собственных сил чего-то достичь если ты видишь что жизнь твоя в конце концов просто чтобы загонять еду выделять отброса и прожить в лучшем случае сколько-то десятков лет в лучшем случае а иногда кто знает то есть расчет и после расчета не следовать за слабостью тела продавать продолжать как сейчас а набраться сил в группе чтобы группа помогла тебе чтобы подействовала на тебя так чтобы тебе легко было вытащить точку сердца из твоего тела из всего что ты на сегодня есть и передать ее во власть группы и все и кроме нее нет ничего ты не остаешься ни с чем кроме этой точки да иногда бывает так что во время шиватхавирим или песен вдруг происходит очень сильное пробуждение такое ощущение что все пробуждаются такая волна которая всех накрывает очень хорошо это ли есть все врата через которые можно войти искать это место или это иллюзия нет ищи почему бы нет да пробуждайся в любой возможный момент обязательно ли пробуждать товарищи в этой точке это всегда необходимо это всегда в обязанность серега давай чем-нибудь споем есть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!